25 день 8 августа на городском кладбище закончились места в парке пройдет состязание кулинаров фотограф снял и на лон от пригорода замечательно я всю ночь читал захватывающий детектив нет слишком устал конечно и ну шо лени пиццмена а как это огромная их вроде как-то перетасовываю но каждый раз какая-то жопа получается так мэрия чё там они говорят завтра стекает срок а увольте пожилых так подожди здесь чуть новенькой ничего придется все-таки нанимать смену бы давай борьба и сразу тогда может я все-таки что-то мне кажется он отвалится ну ладно давай адамс смену бы чё там борьба и началась драка после того как бармен отказался обслуживать двух совершенно пьяных мужчин салхоун давай записи ирина давай мэрия нас ненавидит но чуть она ненавидит она если бы она нас ненавидела полностью понимаешь она бы нам не давала ничего вообще она нам дает каждый раз короче держим ее на коротком поводке мы не выполняем ее условия но при этом получаем от нее все идеально барселону давайте подавим хотя два офицера на такое задание могла это миксам и персии это тупо конечно было но мне че-то захотелось Сранья, понимаешь, уже вот это вот. Мы нашли... Вот надо было сюда Перси отправлять. Нашли квартиру лидера пармодвижения одного из главных советников в Варге. Мы прикончим его сами, но когда начнет суматоха, будет неплохо, если полиция присмотрит за порядком. Нет, это собираетесь сами. Что там? Ну, здесь надо ждать. Жалко, нельзя выхлестать как-то. Здесь тоже что-то не хватает. Гетфрис, пока начнём. Так, ну эти все работают сейчас над делом. Хорошо. Здесь главнюк сидит дома. Блин, как насло. Надо их, короче, перекинуть. Бизли перекинуть в эту самую смену Фоуса. Наверное. Если это так работает. Хотя раньше мы вроде нормально. Вообще, конечно, хорошо, когда эти самые из одной смены работают в один день все вместе. Но это так, блин, сложно как-то всё настроить. Слушай. Прям тяжко. Я бы сказала. Чё это? А, это вы. Нахрен вас. Две крупных мужчин с речением борются на полугу. Применит шокер. Пусть дерутся. Попытаться раздеть. Ну, попытаться можно, но мне кажется, они нам засадят. Шокер. Ну, это всегда работает, конечно. Ну, давай, ладно. Мне кажется, это ошибка. Ну, нет, нет. Ну, и чё с ними разговаривать? Правильно. Током их! Ну, этот парень забрался на верхушку собора, угрожается прыгать. Ну, и туда, и мы, дорога. Пацан, нет, нет, я не серьёзно. Под собором собрал стел позевак. Некоторые говорят... Это просто ассасин, вы не понимаете! Он ищет сено. Господи, всему туда сучить надо. Прыжок, Вера, дебилы! Некоторые говорят, что узнают этого парня и уверены, что никогда он не спрыгнет. Он просто объелся кислоты. Чего не хочет внимания? Ну, как сказать... Да, на самом деле, у всех случат Диксон. Не цубаки. Шеф Мастрояни. Мартиросяни. Мистер Бойт. Мая китеринговая компания готовится к банкету в честь 20-летия галереи современного искусства. Автозак с Сенома. В последний момент празднование отменили. Будет жалясь, такая гора еды пропадет. Я готов предложить ее вам за скромную плату. Хотите продавать своих сотрудников изысканную? Да, давай. Чего, 300 баксов вообще? Смешные деньги у нас. Пластинка одна стоит 500. Кстати, насчет пластинки. Вроде ничего нового не появилось, раз восклицательного знака нет, да? Да-да. Ой-хи-хи. А потом все траванутся. Ну, сейчас посмотрим. Если что, мы его посадим за это. О, поедим. Писерада. Ресторан. Актопус. Молодая девушка пообедала в ресторане. Актопус и пыталась уйти не расплатившись. Эффициентка заведения попробовала ее остановить. Но получила кулаком в голову. И потеряла сознание. Подключился охранник, которому также досталась перцовым баллончиком. Нарушительницу смогли запереть в подсобке, но она активно что-то бьет и выкрикивает проклятие. Она что, больная? Так здоровые люди себя даже не ведут. Кто хочет на это прекрасно задавая Робинс. Кэнди Бубера у нас, кстати, все еще никто. Империал-то уже включен. У меня туда перси нет. Ну, хоть потихоньку, может, даже прокачаем его. И плейтоник. Ну, вообще офицеры бы не помешали. Хотя, нахрен, а там офицер? Наверное. Перси и Писи. Подростком оказался Гордон Букер. Ложная тревога. Ну, ты серьезно? Это уже неоднократно привлекло внимание по лицу своим неоднозначным перфомансом. Никуда прыгать он не собирался. Твари. Во все время эти ложные тревоги вообще нифига не похожи на ложные. Писи, Перзя и Перси. Команда 3П. Так, а что там? Нормально. Я же говорю, у него там рейк. Ну, мы-то ж как бы не знаем. Ух, ты ж срань. Да ж сколько можно-то? Господи. Нет, да столько детективов нет. Мы, конечно, знаете, как можем попробовать? Мы же так никогда не пробовали. Взять, короче, всех детективов, перебросить на одно задание, чтобы оно хоп-хоп-хоп быстро там накапало. Быстренько раскрыть. И потом всех на следующее, короче. У нас же нет, как бы, ограничения по времени. Слава богу. Секретарь видного бизнесмена Элвис Каллеву сообщил, что в офис ее босса ворвались люди и выбросили его. Чудесно. Так, нужно кого-то отковырять. Детективы. Давай, какого-нибудь самого умного. Бизли. Бизли надо точно ставить на главного, потому что тогда дело двигается. Я уже заметила неоднократно. Вот когда этот главный и когда Бизли, этот за счет лучик вытягивает Бизли за счет опыта. Ангорта за счет тоже опыта. Вот, мол, 780 етить. Ха! Я обещала, я сделаю. Хотя нет, это задание слишком много. Ну, как-то, блин, ну, серьезно? Мне Бизли затащат, конечно. Это да. Верни мою Лене. Ну что, он один там будет сидеть, что ли? В этом задании. Божди. Так, Бизли, давай, я верю в тебя. Хотя, подожди. Наши смене б. официально как бы ты тоже он дома сидишь данте надо оставить берем тогда вот так нужно реально чтобы одна смена полностью было на задании сейчас мы короче под корректируем надо их никуда переставлять ни в какие смены просто вот это конечно что-то висит дело нужно кого-то туда жирненького умненького но вот эти два не не затащат кто у нас еще дома то сидит знаешь чё мы попробуем вот так красавчик давай и вот эти двое их же надо качать в конце концов там будем разбираться нужно чтобы вот одна смена одну вот это вот хотя конечно лучше чтобы они работали каждый день соответственно из разных смен чтобы ну задание двигалась каждый день они сидела один день работает один день другой не работает здравая мысль на самом деле сейчас короче что-нибудь придумаем армстронг отковыряем поставим сюда мозора я хочу чтобы мозором мол вместе работали они красавчики у сюда мы поставим армстронга так более-менее чтобы эти вдвоем работали а этот как в один грубо говоря это получится не все в одну смену будут вот так сделаем это такая слабая команда получается короче вот здесь вот рассосется возьмемся за это чё там кстати может детали не изучить давайте музыку включим сейчас несколько наших ребят случайно нарвались на кучу кучу панков на улице мы не знаем люди варги это или нет на случай если их если за них придут заступаться бойтесь серьезно хотелось бы чтобы копы были рядом ну если там будет какая-нибудь фигня туда придется самое слабое звено так сейчас чуть не переведено и не переведены имена вдруг внезапно мэйкл холл охранник я видел как к зданию подъехал черный седан вышло два человека один был в плаще ничего не спрашивая не прошли мимо секретарь я услышал лифт услышала лифт повернулась увидела двух грозных мужчин не видела у них оружие но они ясно дали понять что убьют меня если я издам хоть писк у нас свой директор думал что могло быть ограбление уэлвис вовсе есть сейф уэлвис а что вдруг имена-то отвалились правда не знаю что он там хранил уэлвиса у этого стинга инс уборщик я видел двух каких-то придурков но не помню который был час я вообще узнала о случившемся только что жена жертва уэлвиса были проблемы но он предпочитал о них не рассказывать самый странный звенос насколько я понимаю какие-то люди хотели отнять его бизнес и он пытался от них откупиться не получилось судя по всему так блин ах блин беда не туда лезут тут мы ждем света в ограблении но не хватает все таки как будто бы еще чего-то здесь у нас осталось три штучки вот он приехал с сумкой зашел в гараж вот он положил еще ждем короче роберт уилсон пожаловаться что его семье не дают спать шумы соседи постоянно заходят невынятные люди проезжают уже от автомобиля дома заносят ящики мистер уилсон долго терпел и не предпринимал никаких мер на его сыновья перед сном следили за мужчинами через окно и клянутся что замечательные в ящиках автоматы всего лишь дети которые вечно что-то придумывают но мы бы подъехали все же попросили соседей так не шуметь хотя бы по ночам так ну давай малеута империал а кто у нас трубаки-то там был так Смотрите продолжение в следующей серии. Ну да, давай, Колхоум, Диксон, Супаки, Канди Боббер и Адамс. Помогите, ставь меня, говорит, я всегда свободен, ага. Потому что там был сват, я чуть не обратил внимание. О, новые кадры. Еще новые кадры. Ну вот. Вот это. Кстати, смотри, здесь коричневый круг. А, значит, наверное, хотя здесь не торчит халат. Короче, я запуталась уже, что-то. Новых кадров не найдено. Едите, ну что же с вами не так-то, ребят? А, это другая была штучка. Подожди, а что там за кадры такие? Это вот это вот. Обязательно я вот что-то по названиям вообще не ориентируюсь, если честно. Так, вот они, ограбление. Ниш коричневой курткой. Но коричневая куртка, она не вписывается вообще. Слушай, а что если это все-таки бомж стыбзил, а? Все-таки, а? Да не, ну как бы мы думали первое время. Потому что помните, вот как тогда было с этим, с музеем? Потому что сперва все указывает на пацана, а потом оказывается, что это не пацан, а охранник. И вот здесь примерно такая же ситуация. Ну, так долго ничего не выпадало про бомжа. Так что да, скорее всего, может быть, это и он. Единственное, но... Ну, как бы вот, он получил деньги и бухал. А здесь уже ничего не было. Вот это что такое? Ну, это он передал, вот получил деньги. Ну, короче, понятно. Вынес? Нет, кстати, смотри. Если вот нет. А если вот так? Хм. Что-то не то. А если вот так? Нет. А почему нет? Ну, смотри, как-то очень похоже, да? Может, ему, значит... Да я только что пробовала маленькие. Не, ну, как бы выглядит так, как будто вы... А что, если он ушел, этот разбил... Ну, хотя нет. Ужал... Да я ставила в самый конец уже. Вот я ставила это. Оно не работает. Почему-то. Что-то не то. Что-то не то. Все еще. Либо это опять нас путают. Что же такое неадекватное дело, а? Может быть, им сначала монетки дали? А последний вообще? Кадр к чему? Ну... Смотри. Закрылась. Ой-ой-ой. Разбил. Ну, так, если думать, да? Ограбил. Продал. Нажрался на эти деньги. Нет? Наверное, все-таки он. Потому что, я говорю, здесь как с музеем с тем. Потому что указывал все на пацана, оказался охранник. А здесь вот то же самое. Только что-то не стыкуется. Видишь? Он ему как раз дает пачку бабла. И вот он лежит с этой пачкой. В чем проблема? Не так же, господи? Или... Продай мне, короче, черный пакет. Может, это он ему дает. Это бред. Ты не бомж это. Да кто его знает, на самом деле? Может, нас путают опять же. Да, потому что... Вообще, по текстам, как будто бы врач. Потому что у него и проблемы с врачами. Страховки не хватает. Ему очень надо было. Как бы все понятно. Но очень что-то не хватает информации. А если пачка в начале? В смысле в начале? Он что, сперва получает деньги? Реально покупает пакет? Ты думаешь, я сейчас удивлюсь, если сработает? Нет. Логично, в общем-то. Короче, ждем либо про доктора новое. Либо каких-то новых кадров с бомжом. Потому что что-то не стыкуется. Да ну не. Ну в смысле? На что он нажрался-то, если он бомж? Он продал, а потом нажрался, теоретически-то? Потому что они детектив, который будет показывать, есть ли у тебя все нужные кадры. Нет. Там же детектив, который... Это консультант за 50 тысяч. Ты правда думаешь, что это стоит того? Я думаю, нет. Вообще ни разу. Я лучше подожду несколько дней. 50 косарей. Серьезно? За то, чтобы он ничего не сказал? Он же не всегда будет жить с нами, правильно? Он же как бы придет и уйдет, наверное. Да? Или нет? Или что? Я не знаю просто, как это работает. Фига себе. Неожиданно. Всегда останется? Ну блин, ну все равно 50 тысяч у нас только нет денег. Фигашечки. Вот это правда неожиданно. Серьезно. Нас вроде как бы вот три офицера мы отправили. Я понимаю, что... Ну ладно, Адамс, она не очень прокачанная. Ну, Кэнди Боббер и Цубаки там 245 вполне нормально. Слушай, 250. Видимо, все те, кто меньше 300, они должны были полечь, да, в этом задании. Вот почему я не хочу в смену А. Суровый выезд. Но переигрывать, ладно, не будем. Это будет уж совсем как-то. Ну, че-то как-то больно. Фига себе. Робинс меньше 300. Ну, ладно, может быть меньше... Ну, че-то... Четырех человек за сегодня. Нифига себе. Надо хоть на сегодняшний день тогда кого-нибудь переставить. Че у нас сколько получается? Вон, полная первая строка и... Давай тогда... Силка в смену А. Да, конечно, ситуация. Робинса 305. Робинса 295. Хотя, возможно, после этого задания уже я не обратила внимания даже. Че-то очень неожиданно. Было 305. Ну, вот за счет этого он и выжил. Десяточку, видимо, со всех сняли за смерть офицеров. Я просто не обратила даже внимания. Как-то я слишком щеки были в этот момент. Тебя пятерка зарешала, короче, понимаешь? Пять единиц, и ты выжил. Офигеть, конечно. Да, день, конечно. Цубаки. Кто у нас Цубаки? Миксон это у нас Кэтс, да? Эх. Цубаки, я не помню, кто у нас Цубаки. Ой. Каждый ваш сотрудник еженедельно получает... А, да. Во всяком случае, каждый живой сотрудник. Если вы повремените с бумажной работой, можно немного подзаработать на погибших полицейских. Вы будете получать их зарплату, пока они будут числиться живыми и здоровыми. Кузенька, с переподпиской. Девятый месяц, ты родилась? Я тебя поздравляю. Спасибо тебе за девятый месяц. Собственно, присоединяйся. Кем хочешь быть, говори сразу, чтобы я запомнила. И, в общем-то, с борщом тебя. Еще, еще три месяца, и у тебя будет ложка собственная. Цубаки объявить мертвым или нет, или задержать бумаги. Ну, мне кажется, могут как-то меня заподозрить, не? Не, ну мы, мы не плохой коп. Мы стараемся отыгрывать хорошего. Мы же, мы же, мы же, мы же не гонида. Мы стараемся как могем. Блин, ну это что-то вообще неожиданно очень было. Я еще не знаю, только из отпуска. О, я тебя, наверное, поздравляю. Ой, как отдохнули, где отдыхали. Задержаны бумаги, и места свободные не дадут. Ну-то, кстати, да. Кондитерская фабрика сокращает штат. Легендарный актер Пол Шпагат даст мастер-класс во Фриборге. Школьница убила молнией. Че, ну подождите, после такого дня надо еще что-нибудь отыграть. Я просто хочу хоть какое-нибудь из этих расследований завершить, чтобы успокоиться. Эх, белый тролль. Так, ну вроде все спокойно. Давайте грустненькую кошаку включим. Ну как? Че-то я вообще неожиданно, честно говоря, что прям 4 человека полегло, серьезно? Че-то очень резко. Федеральный закон запрещает массовые мероприятия рядом с муниципальным учреждением. Готовящийся сегодня протест чернокожего населения. Опять уволит чернокожих? Напротив здания мэрии напрямую угрожает жизни мэра. Избавьтесь от этой угрозы любой ценой. В смысле? Ой, че-то страшное сегодня. Так, офицер есть. Адель Готье. Слушай, это Клементина. Денис Вольф. Денис, точнее. Берд Стилл, Джошка. Ну это старенькие ребятки. Аделаида Андерсон. Детектив. Или Фредди Уильямс. Мне кажется, она такая... Ну, блин, она, конечно, молодая-молодая. Только из учебки, смотри. Ее надо в Раккун-Сити. Дэниел Меффорд. Такой суру мужик. Ну давайте Берта возьмем. Смена Б. Она слишком молоденькая. Аделаида в качестве этого самого. Она, конечно, тоже вообще чуть ни о чем. 100 единиц профессионализма серьезных. Денис Даксов тоже дотоптил. Блин, ну это старенькие. Одеваться-то некуда. Ну, я бы ее взяла, если бы не 85. Очень мало. Ее придется на совсем какие-то миссии пи-пи-писячные. Ну, вообще, конечно, надо их почаще отправлять на переподготовку. Чтобы они качались, ну, пошурше, повеселее. Чтобы не подыхали вот так вот, как вот в прошлый раз. Ну ладно, давайте дадим ей шанс. Еще два, кстати, места, но... Некуда. Протест в чернокожих. Парковка у мэрии. Так, подождите. Нет. Около сотен темнокожих людей окружили здание. Мэрии скандирует. Мэрии заслужили внимание. Служили, заслужили. Пердя, Янси, Осана. Я уже боюсь, если честно. Мартинштетт. Джек, мэр Роджерс, трактует закон об свою пользу. Втериальный закон разрешает мирные массовые мероприятия. Рядом с муниципальным учреждением. В том числе рядом с мэрией. Если мы собираемся пойти на поводу у Роджерса, нам нужно обезопасить себя. Влики против Линда Перди. Нет. Влики против Сэнда. Короче, мы просто отказываемся, как в прошлый раз. Дополнительный датактив. Ну кто тут еще более-менее? Ну давай тебя, ладно. Ну пока что, кстати, нам не так часто нужно спецназ, если честно. Знаете, лучше эффективность. Пока что. Джек, ты поклялся служить в городе и в жопу. Стариков уволить, говорит. Ага. Хорошо. Так, что там это самое? Так, эти дома. Можно не подавлять против силы. Ну вот сейчас мы так и сделаем. Наверное, если они там только взрывать что-нибудь не начнут. Так, вот эти слабенькие. Давайте им подкинем Вольфа. Одна в смене несчастная, Ангорта. Надо реально, чтобы у них кто-то был в смене сегодня, например, да? А кто-то нет. Чтобы каждый день велось расследование. А вот тут такой ситуации нет. Значит, надо сделать как? Ну, да бритом, честно говоря, продвинутый тут. Тихая. Мы сделаем вот так. Маловато, конечно. Как сложно тут, а, с вами. Жалко, здесь вот не пишут очков суммарно где-нибудь, знаете, сколько. Считать приходится каждый раз. Открывать, считать. Бесит немного. Так, ну это, ну это старички, блин. Вот вроде и нужны, а вроде не. Че-то болт немного. Не хватает рабочего. Руку. Звонок от пожилой Сары Уилкинсон. Она уже долгое время слышала, что испуганный детский плач и крики в соседском доме. Раньше ребенок всегда был спокойнее. Ну и коти с кендалом. Остин туда. Да подождите, Остин! Нет. Нет. Да сейчас, прикинь, они там что-нибудь взрывают, мы не сможем подавить силой всей жопы. Фейбольный стадион Мунлайт. Кстати, раньше его, по-моему, не было. Фейбольные фанаты... О, етить, колотить. Подождем. Да вы стебетесь! О, да ты серьезно, что ли? Что за шепота такая сегодня происходит? Кажись, ага, чтобы они сдохли оба. Отозвать, кстати, их могу. Ну, блин, ребенок может погибнуть. Или кто там? Ну, жесть. Ну, только мы порадовались спокойным деньгом. Не, не успею. Короче, ладно. Сват, он у нас мега прокачанный максимально. Давайте вот так вот. Пердя должна зашатать. Три офицера. Давай. Блин, вот это жесть! Ну, не хватит просто тупо народу. Живите, чуваки, чувики! Если что, переиграем? Вообще, конечно, это не совсем правильно. Но что-то, блин, здесь... Здесь поставлять офицеров не успевают. А-а-а! Живо, хорошо. Сейчас, если запросит подкрепление, будет кого отправить. Вместе с теми дымовых шашков люди нещадно избивают друг друга. Прощайте, ребята, а ты-то че? Сидишь в офисе, не все хорошо. А теперь захаришься. Закончить на хорошем она. Вооружившись шокером, броситесь прямо в того идиоте. Раскидайте гранаты со следа. Че, каким образом ты это будешь делать? Стрелять в воздух, чтобы напугать хулиганов. Шеф кто? Шеф молодец! Шеф отдает правильные приказы, и вы живете после этого, деточки мои. Э-э-э, бэйба. Ваши жизни в моих руках. Сейчас, надо немножко переждать. У меня эта музыка, блин, Симпсон, напоминает, когда домик строишь. Точнее, первых, по-моему, Симов даже. Когда покупаешь мебель, тихо. Позвонила женщина и сообщила об угоне своего авто. Я ехала на работу, становилась на красный свет на перекрестке. Тут к машине подбежал парень, вытащил меня прямо через открытое окно. Торопитесь, тут почти до пробки, и он не мог уехать далеко. Серьезно. Давайте киндала качать на таких ситуациях. Всех, короче, кто не докачан, надо качать. Срочно, чтобы у них у всех было больше трехсот, потому что иначе жопа. Мы это уже выяснили. Пристегиваться надо, кстати, да. Эти идиоты опять нагрянули в банк и пытались снять деньги с наших щитов. Но когда им велели убираться, начали ломать мебель, сжечь бумаги. Наверное, считают, что так они нанесут нам ущерб. Давай я подожду пока что. Сейчас вдруг, блин, спецназ резко понадобится. Все вот это вот. А у меня все эти в банке тусуют, понимаешь? Прям вот приспичила им всем, ага. Где моя музыка? Блин, как оторваться от этой игры, а? Просто как? Я не хотела в нее так долго играть. Я думала часика два, понимаешь? А уже третий с половиной. Ах. Я опять сегодня спать не буду, короче. Пенсионерка Саманта Рэндом увидела двух молодых девушек, которые разбили окно в соседнем доме и краской написали на стене «Это тебе за измену, козел!» И музыка такая подходящая сразу. Ну, давай так, ну, сейчас. Они нам за это вообще что-нибудь дают? Какие-нибудь деньги или еще что-нибудь? По-моему, они ничего за это не дают. Они только выигрывают или проигрывают. Не, ну, в шопу, короче, надоело. Джек, ты поклялся служить этому гару. Да если ты не сдерживаешься... Че тебе надо? Че тебе надо-то, господи? Я... Дип... Критинь... Так, че там, че там? Смотри, здесь, видите, время указано. Это, значит, важно. Ждем, короче, пока капает. Детали. Бокс, здесь же тоже докапало. Че там, какой там, кстати, знак-то был? По-моему, вот этот, кстати. Слушай, проезда нет, тупик. Да? Да, тупик. А, нет, подожди, вот тупик. Это ж тупик, да? Ну, вот он кладет в сейф. А если вот так? Нет, да? Ну, а че не так? Вот он подъезжает. Подожди, смотри. Мастерская. Все правильно. Белые кроссовки. А, подожди. Ага, вот оно, вот оно, вот оно. Неправильное. Ждем, короче, белые кроссовки. А так все правильно, я думаю. Белые кроссовки возьмем. Так, че тут? Здесь все то же самое пока что. Здесь тоже нет. Ну, ладно. Здесь еще разжигает то, что каждый персонаж, это человек из чата, и каждый персонаж жирает за себя, особенно я, пипец вообще. Я что-то такой огнище. Сам себя не похвалишь, блин. Ай. Че, кстати, подожди-ка. А, все то же самое, да? У Панков теперь новый лидер, и чтобы самоутвердиться перед Варгой, они лично похитили дочь одного из старейших членов нашей семьи. Мы узнали адрес дома, куда ее везут, и уже направили туда людей, но мы знаем, что нас там может ждать. Без перекрытия полиция нам не справится. Ладно. Там ребенок, спася детятку. Мне кажется, мы все-таки можем пару дел закрывать по имеющимся ходкам. Да черт-то знает на самом деле. Может да, может нет. Тут вот как-то ничего-то как будто бы не... Наши... У нас просто, видишь, слабенькие эти ребята. Мне кажется, вот здесь можно было бы что-то зарешать, но еще-то я не могу нащупать. Либо что-то не хватает. Вообще, кстати, если бы это был бомж, например, все очень как-то сходится. Ну, то есть разбил, украл, продал, нажрался. Может, фото с разбитым окном, это чувак уходит, а не приходит? Уходит, в смысле? Ну так, ну да. А, или... А, подожди. Это он собирает. Вот, вот он. А, он же собирает. Ну да, ну все правильно. Вот он разбил, собрал, продал, нажрался. Ну нет. Особо... Лекарство особо не продажно. Ну тоже верно, да. Ну хрен его знает, слушаю, у них там свои связи. Но для доктора нас не хватает. Для бомжа как будто бы все есть, но ничего не подходит. Значит, это не бомж. У тебя все картинки есть. Точно? А что не так тогда? Ну, не знаю. Что не так? Может, вторая... Так не надо говорить, лучше говорить. У тебя все хватает, собирай дока. Дока? Ну так мы же собирали дока. Нет? Ой. Ну блин, ну дал он ему, ну допустим, монетами 50 баксов. Насыпал ему там... Дайте музыку включим сейчас. Там опять же странно то, что он как бы заходит в куртки. Там внутри без куртки, выходит в куртки. Что-то, что-то не стыкуется. Может, монеты в конце? Ну может... А как он тогда не заметил, что ли? Не, он дал ему монеты, чтобы он свалил. Он пошел бухать. Как будто бы... А, слушай, а что если он еще не успел уйти? Он, короче, сперва тиснул. Вот закрыл, тиснул. Дал монеты. Вышел, дал монетки. А потом, когда он ушел... Разбил! Господи, я гений! Я чувствую, с курткой с этой что-то не так. Потому что он сперва в куртке, потом без нее. Он, короче... Зачем ему выходить за пакетом, если у него внутри магазина могут быть эти сраные пакеты? Господи. Что-то... Ну, седьмой... Восьмой час стрима. Нормально. Джеймс, дав аптекарь с редким заболеванием кожи, он решился накражу необходимому ему лекарств, потому что его страховая компания отказала от себя. Все, красавчики. Так, теперь надо понять, куда его... Где его... Отправил Джейфа, дав аптекарь с пакетами. Либо он в больнице. Ну, скорее на прием к врачу, потому что он все-таки болеет. Так, сейчас... Ой, тут уже подъем... Ух ты ж, мои кроссовчики! Ну, просто... Он приехал один, это все лишнее. Этого не может быть. Нам нужны только белые кроссовки. А вот и свет! Ну иди, ты же езжешь! Ох, че-то я громкая, простите. Короче, вот тут. Где-то... Где он там свет подрубил, повырубил? Не, ну она ушла. Где-то, где-то... Где-то тут должно быть, короче. Может, это он идиот вырубать? Подожди, сейчас. У него же нет денег на лечение. Ну что, слушай, все. Ну, хотя, да. Ну, а вдруг это... Блин, тут хрен просто, что, понимаешь? Ну, хотя, да, там же страховка, они же на Западе там через страховку лечатся все. Там же не так, как у нас. Пришел, блин, с поля сом и сел. Ну да, тогда, получается, магазин. Так, ну смотри. Вот она ушла, закрыла. После этого, она сказала, практически вырубился свет. Но, скорее всего, он сперва достал мешок, дошел до этой самой, вырубил свет. Потому что, видишь, свет горит. Вырубил свет, тиснул, закрыл, открыл, тиснул, и вот он... Или нет? Или бы вот так? Нет. Деньги на лекарства. Ну, тут тоже, вот опять же, да, непонятно. То есть, использовал он все-таки эти деньги на лекарства? Или нет? Может, вырубит свету, чтобы уйти? Ну, как-то не складывается. Не, по идее, вот он идет с пакетом. Вот. Ну, как... Блин. Ну, как-то, я не знаю. Подожди, ну, открыл, тиснул. Ну, свет как-то в конце не вяжется, да, согласитесь? А с другой стороны, как он там, в темноте вошкался, что ли? Так, давай посчитаем. Ушла в час. Пару минут спустя вырубился свет. А мы здесь видели то, что... Ой, камера наблюдения, вот. Тележка стоит возле... Т-та? Тринадцатого... Значит, соответственно, вот она, тележка. Выключил свет, покопался в тележке, чтобы не видно было, да, что это он копался. Ну, что-то тоже... Свет, наверное, докражит лекарства. Ну, как бы, да, потому что сперва погасили свет. Это мы не читали. Вот, видишь, да? Что-то, что-то, что-то нет. Что-то не то. Что не то? Ну, смотри. Ушла на обед в час. В тринадцатом три стояла возле больничной аптеки тележка. Все правильно. Мешки для мусора пропали. Когда свет вырылся, я была в туалете. Единственное, что я видела, как этот самый рылся вот в этом вот. Это теоретически нам должно сказать, когда вырубился свет. То есть, пока он был в туалете, ну, вот оно стояло, он копошился, свет когда-то тогда и вырубился. Ну, вряд ли это надо сюда пихать. Свет, тележка. Собирает пакет. Ключи собирают, пакет уходит. Так мы так делали уже? А, нет, видимо, не делали. Видимо, я думала, что мы делали. Ну, короче, мы уже сами себя запутали уже из-за этих вариантов. Ну, в принципе, да. Колин Маркус, главврач больницы. Хорош. Видимо, я думала, что я уже это перебирала. Так. Это где его арестовать? Это не тот эмоциональный. Это... Ну, теоретически главврач. Он должен быть на работе. Правильно? Живет в роскошем доме с бассейном. Ну, вряд ли. А, слушай, а где его? Оформлять-то. Ну, скорее всего, в больнице, потому что он как бы главврач, мотива. Да? Давайте музыку поставим. Чтоб красиво было. Ну, по идее, больничка. Потому что иначе как-то странно получится. Давайте вот этих. Они просто за эти самые получают больше опыта. Так. Сват. Серьезно. Успе, испугалась. А это просто, это самое. День закончился. Успели, кстати. Буквально секунду. Так. Ну, чё? Ой, они ещё пока доедут. Сейчас надо детективов всех перекинуть, короче. Фасавтики. Слушай, у него теперь 400, смотри. Замечательно. Уже, уже качается, короче. Пацан. Как успех ушёл. Так, здесь шесть. Здесь пять. Ну-ка, какие тут в смене? Ну-ка. Не, нормально. 10 августа. Плюшевые игрушки закоплены для детского дома, оказались токсичны. Ну, охренеть. Кстати, по-моему, в реальном случае такой был в жизни. Может, лет пять назад. Катафалк врезался в скорую, никто не выжил. Ну, охренеть. Катафалк врезался в скорую, никто не выжил. Цены на алкоголь возросли на 60%. Ну, видимо, они всё-таки траванули с той еды, да? Ах ты ж мразь. Пожрали. Охренеть, пожрали. Это слишком, да, хорошо выглядело всё. Ой, колхун, по что ты нас покинула? Мне нужно отлучиться в автосервис. Нет. Такие траванулись. Что за день такое? Она писью еды не берёт. Она не ест. Она голодная. Писья голодает. Видишь, какая она хуенькая. Так, подожди. Так, что там расследование? Надо перебросить сейчас вот это вот. Так, это арестовать. Мы куда идём-то арестовать? В больничку всё-таки или в магазин, а? Оенькая, в смысле, холоденькая. Ну что это, в самом деле? Курузный монумент. Пожилая женщина сообщила, что дети в капюшонах расписывают памятник неприличными словами. Перси, давай. Чё делал-то? Подожди. Что-то класс, а? Небоскрёб от Текустаор. Девочка-подросток проскальнула мимо охраны небоскрёба, вышла на крышу, теперь стоит на краю. Охранник позвал полицию и сказал, что боится подходить к ней, так как видно, что девочка на стороне серьёзно. Девочка дура. Блин, я вообще к готье боюсь куда-либо отправлять, вот честно. Блин, чё делать-то? Куда отправлять? В больничку? Куда он мог отправиться как раз-таки на выручку? Мне кажется, всё-таки надо в больницу уехать. Он продал эти самые и отправился в больницу к врачу. Нужно с кем-то. Ну, сейчас и проверим. Супрема, спокойно тебе. Сейчас вот таким темпом просидел дольше, чем Кернвов. Ну, давай предположим, что сейчас всё-таки в больничку. Он записался, продавал лекарства и записался. Да, офицера многовато. Давай, Филка. Он не мог их продать. Ну, он наверняка знал где это. Ну, хотя... Наверное, ну... Сейчас проверимся. Если что, я четырню переиграю. Ну, вдруг у него есть связи? Ну, кто же знает-то? Ну, естественно, нет. Персия, блин. Минус десять. Вот так вот персия, да? Наверное, ну... Ну, сейчас проверим. Мне просто даже интересно, мог или нет. Угроза самоубийства. Дальнобойщик увидел, как мальчик-подросток перелезает через... Что самоубийцев-то столько развелось-то? Перелезает через заграждение на середине моста. Водитель остановил фуру. Пытается поговорить с мальчиком. Но вот этот тот лишь истерически кричал. Не подходи, а то прыгну. Давай, Диксон. С девочкой разобрались. Так, ну-ка. Не, все-таки в больничке был. Все-таки продал. Я же говорю, здесь... Он же наверняка знает. У него же есть связи. Он же не дурак. Так, смотри. У нас освободились эти самые. Давай восполним брубеллы. Так, а фулуса сюда? Фулус, кстати, похож немножко на Брайна Дик. Чуть-чуть. Так, самое малость. Для себя лекарство. Да я понимаю, что для себя. Ну, видишь, мы его нашли в больничке. В любом случае. Либо он все-таки как-то по страховке там кое-как выгрузился и что-то записался. Либо он как-то вот это вот. Ну, как-то это сработало и нормально. В больнице больше подходило. Все-таки он больной. Так или иначе. Так, ну здесь... Давай, короче. Вот так. Сделаем. Сейчас все пойдет как по маслу. Наверное. Армстерк и Бритто. Здесь, смотри, четверо в доме. В одной смене и двое в другой. Маловато будет, да? А здесь как? А здесь трое в одной и трое дома. Ну, где-то как-то... Ну, его должны, в принципе, принять... А у него были проблемы, видишь? Ну, хрен. Короче, у меня просто еще вариант с бомжом, который хотел продать деньги. Перемешали. Ну, короче, суть в том, что больница больше подходила, чем магазин. И это главное. Чего там? А, ну мы же это делаем как раз. Вот оно, новенький. Ну, видите, здесь не подходит вот это, то, что он с несколькими приехал, потому что мы четко знаем, что он приехал один. Нам не хватает только белых кроссовок. Вот это, вот, белые кроссовки немножко. И все, короче. Он даже не притормозил, просто размазал этих ребят и рванул дальше, пьяный урод. Блин, ну вот эти двое, конечно, пипят. Чего я ее взяла? Вот зачем? Давай, ладно. Игра жесткая, местая, но... Чего ты думала? Блин, нет никого нет. Давай с тебе... Да иди ты ж! Давай стол, я верю в тебя. Перси с собой возьмите. Справится, красавчик. Так, здесь хватит одного. Поступил вызов от невнятно разговаривающих мужчин, который утверждает, что он вернулся домой после работы и прямо на пороге на него напала огромная кошка. Она рычит, как тираннозавр. О, отлично. Это Лив. Фил Стрип. Пенсионерка выглянула в окно и видела, как по улице бежит. Ой, это ж ететь. Толпа. Голых людей. Она подумала, что ей это кажется, и позвонила соседке, и та увидела такую же возмутительную картину. Женщины дружно вызвали полицию и потребовали немедленно разобраться в происходящем. Черт, я не успею это сделать. Спецназ туда! Блин, я не успею. Серьезно, у меня два человека всего. Они не успеют доехать. Блин. Ну, блин. Ну, серьезно. Они не справятся. Ну, может, автозак зарешает, конечно. Но что-то я сомневаюсь. Ну, вот как вовремя, да? Давайте, ребята, не умирайте там от голых мужиков. Или кто там? От вида хотя бы их. Автозак зарешал. Красавчик Барселона-то. Молодец. Замечательно. Знаете, что я, кстати, еще хочу? Мне кажется, кого-то надо отправить на переподготовку все-таки. Прокачать. Робинса, например. Заодно и лычку получит, если сдаст экзамены. Можно и Диксона, кстати, туда же. Они будут, короче, на подготовке... Хотя... Не, Гатье, блин, вы что, с ума сошли? 95. Мы еще вообще не видели ее в деле. Может, она сольется через два дня. Гость мистера Сэнда покидает Фриборг. Но панки каким-то образом узнали маршрут и приготовили засаду. Завязалась большая перестрелка. Да что? Оф, марш, сссссссссссссссссссс». Завязалась. Ну, неплохо. Главное, чтобы не было опять вот... Да сколько можно? Стрепоны напали на наших летей с голыми руками. Годовая арена. С помощью. Ну это вы там дели, сами решаете свои проблемы, ничего не знаю. Все люди заняты. Какие пристрелики? Не, на мафиозных заданиях можно кого угодно отправлять. Как выяснилось. Там мне суть важна. Так, подожди. Три дня, да? Два этих самых места, понимаешь? Два места для полицаев. А нет полицаев, вот как жить-то? Ечить колотить. Несанкционированный митинг. Под зданием мэрии собрались люди в белых колпаках. Которые требуют вернуть сегрегацию и рабовладение во Фрибурге. Толба скандирует власть белым. У некоторых в руках револьверы. Короче, по полной упакуем сейчас. Я надеюсь зарешает, мне не хватает плюс человеков. Блин, да ты серьезно? Одного человека не хватает. А! Есть! Стоп! Перси? Нет. Нет, нельзя Перси. Робин стоит. Ой, я не прочитала. Сорян. Что-то я распереживалась. Блин, ну Гатье что-то нет. Надо ее убирать. Я вам отвечаю. Да ладно! Да я вот этих что ли отправлю? Ой, ребята. Хана. Теперь все ваш выход. Ой, ребята. Вот это подкрепление, блин. Ха-ха-ха-ха. Ой. Блин, живите. Чуваки, живите! Живите! А-а-а! Давай музыку. Нет. В самое время, мне кажется, для Бетховена. Ха-ха-ха. А-а-а! Давайте, чуваки! Робинс, ладно. Молодец. Эх, они почти доехали. Ха-ха-ха, они справились! А-а-а! Ха-ха-ха! А-а-а-а! Лолушка! Ох, замечательно! Ну после такого они заслужили барбекю, мне кажется. Кверси затащила. Ой, удивительно, да? Чуть-чуть недобор очков был. Викус Варга потерпел поражение, но его армия панков и мелких уличных бодинтов разбита. Никто не знает, что случилось с самим Викусом, но это уже неважно. В этом городе его больше никто никогда не увидит. Война окончена! Вот это я понимаю! Вот это завершение! Вот, вот это красота! Совершаем день! 28-й. 28-й день! 28-й! Животным в зоопарке не хватает еды. В мэрии украли унитазы. Как? Во Фриборге приготовили самую большую в мире лазань. И че, не будет застатки, что ли? Серьезно? И никто даже не отпросится. И типа тихо, мирно, замечательно? Да ладно! Ну фиг, да ладно. Зачем красть унитазы? Я не знаю. Похороны. А, кстати, да, эти ребятки. Ту-ту-ту-ту! Что, музыка такая веселая, эти? Да, они, конечно, что-то неожиданно погибли. У нас прям, прям копы нет их. Ой. Мужчина уел собаку на вечернюю прогулку. И возвращался домой, заметил... Возвращаясь домой, заметил, как возле дорогого автомобиля в конце улицы копошится невысокая фигура в капюшоне. Бомжи опять, да? Кстати, Стил первый день на работе. Давайте посмотрим, как он. Силы Кендалл. Давайте, новички, посмотрим. Если это бомжи, нам хана. Сват! Да-да-да. Моментально при чем? Так, что там, кстати? Ничего. Ну, они бы сказали, конечно, я знаю. Вот здесь, мне кажется, уже можем что-то сделать. Что там было? Я видела, как за ним подъехал черный седан. Вышло два человека. Один был в плаще. Ну, собственно, вот оно подходит. Ну, только здесь машины нет. Здесь только вот это вот, в принципе. Хотя здесь, видите, красная как будто бы куртка. А здесь она как-то, ну, черная. Хотя здесь тоже красная, кстати говоря. А черного седана тут нет. Они прошли мимо. Допустим, вот так. Слушала дрифт, появилась, видела вот секретарша. Здесь черный-черный. А здесь... Здесь пистики. Она сказала, что не было оружия. Поэтому вот так. Ну, допустим, пока что. Ну, то, где не выходит. Да, здесь вообще с этими входами, выходами. Опять же, видишь, здесь прикол в том, что время указано. Это, наверное, будет значить какое-то... Могло быть ограбление, да? Сейф. Ну, сейф, да, вот он. Но это не точно. Не помню, который был час, видите. Я вообще узнала о случившемся только что. Это надо будет... Видите, здесь нужно будет сопоставлять все время. Потому что мы его не знаем. Здесь есть, в принципе, плащ. Но здесь куртка как будто вот темно-зеленая. Это еще какая. Здесь плащ, вот он. Видишь? В принципе, похож. Здесь куртка красная. Здесь тоже куртка красная. А здесь она... Ну, здесь она, кстати, красная. А тут она еще хрен пойми какая. Значит, это не наше время. Значит, здесь должно быть другое время. Наверняка... Вот это дипломат, да, или что это? Вот они идут. Здесь машина, короче, будет. Здесь они будут идти. Пришли. По идее. Услышала лифт. Соответственно, они поднялись по лифту. Там, где камера, может быть, ЧБ камера. Ну, а что тогда вот это зеленое? Ну, хотя, может, это просто нарисовано? Ну, да, наверное, черно-белое. Ну, допустим, ладно. Пускай будет черно-белое. Потому что иначе, ну, как-то странно было бы. Насколько понимаю, хотели отнять убийство. Мы услышали лифт. Ну, кстати, вот, можно черный седан вот этот взять, например. А, ну, сейф. Не хватает все равно еще картинок пока что. Нашел в интернет, если что могу пускать. Не надо, Империал, зачем ты гуглишь? Тебе разве не интересно самостоятельно понять? В чем прикол вообще вот так делать? Зачем? Сидеть? О, я знаю. Блин, ты догадайся сам. Ну, подумай немножко. Ну, это же интереснее идти, ну. В чем прикол смотреть в прохождение? Бисит вообще такой подход. Вообще не могу. Как вы живете? Вышло два человека. Один был в плаще. Вот, вот, вот. Подъехала, они вышли. Вот, перешли дорогу, зашли. Вот, она их увидела. Потом они поднялись на лифте. Где тут пролифт, кстати, было? Подожди, а где был пролифт? Было же где-то. Подожди, а где я видела пролифт? Второй, да? А, вот, я услышала первые строки. Алло. Ну, да. Подожди, а как так получается? Услышала лифт, потом повернулась и вот. Хотя это как будто бы наверху было. Надеюсь, ну, это можно считать? Ну, сюда куда-то пихнуть, да? Все равно не хватает пока что. Ну, я не думаю, что вот так как-то, если честно. Потому что, видишь, ну, нет, что-то не так. Не, мне кажется, это лишнее. Хотя здесь часы. Ну, что если вот так? Хотя, видишь, она остановилась. Хрен по-моему, где? Не, не, не хватает в любом случае. Да, я вижу то, что вот сначала услышала, а потом обернулась. Не хватает в любом случае кадров. Пока что ждем. Единственное, видишь, момент. Здесь он идет без куртки, без всего. А здесь с курткой и с этим самым. Но при этом, если, кстати говоря, смотреть вот сюда, здесь саквояжек и нет. А что, если это они уже уходят, кстати говоря? Ну, нет, вряд ли. Да нет, вряд ли. А что, если... Не, а лестница... Да, это лишнее. Вот он сидел, пил. Вот он подъехал. Теоретически, да, вот напротив здания. Даже где там было что написано? К зданию подъехал. Вот, видишь? Вот, в принципе, вот здание, вот машина. Правильно? Правильно. С другой стороны, к зданию может быть и вот это. С другой стороны, может быть, еще потом будет фотка со зданием. Тогда не подходит вот эта хрень. Короче, пока что не хватает. Может, куртку спачкал? Может быть. А куда саквояж тогда делал? Ну, нет, что-то не то. Рановато. Рановато пока что. Сейф тоже непонятно, нужен или нет. Пока что ждем. Давай, Янси и Андерсон. Кузя, спокойно. Не, вот эти вот детективные заданчики, где нужно фоточки выставлять, они прям клевые. Прикиньте, потом будут вот такие двухстрочные. Мужчина с расширенными зрачками захватил автобус. Преступник размахивает пистолетом, возможно, муляж, и кричит, что хочет уехать в Африку. Ну, и пускай езжает. Так, сейчас, подожди, нужно дождаться этих. Думаю, второе что-то будет еще круче. Я надеюсь. Погоди, должно быть. Ох, так. Ну, че, пердя. Так, давай сразу спи с нас. Давай, тебя будем потихоньку качать. Птичек я вообще прям боюсь куда-либо отправлять. Надо на мелкие какие-то задачки, а не на такие. Янси, Деггер, Костин. Ну, Кендал, допустим. Если че, по очкам там, если что-то не подходить, они запросят подкрепление. Звонок от неизвестного мужчинки. При этом у меня есть информация о пропавшей девочке по имени Лиза Петтигрю. Я похитила ее неделю назад, и сейчас она готова вернуться домой. Она в отеле. Тру колор, номер 180B. Поторопитесь, если вы хотите увидеть ее живой? Серьезно. Странное говно. В принципе, с нас еще не приехал. Это странное говно. Зарешали, отлично. Блин, ну серьезно. Они не успеют приехать и теть. Ладно, постараемся вырулить за счет. Нет, мы не вырубим. Мы сдохнем. Ну, с Богом. Да ты стебешься, что ли? Нет, подожди. Что за жизнь-то поперла, а? 28-й день какой-то жестокий. Номер 182. Расположен на верхнем этаже отеля. В зерной ручке номера привязан красный шарик, на котором маркер написано «Вызывайте саперов». Взять, ну гениально. Спуститься в номер с крыши. Стандартный отель номер... Отельный номер с кровати, тумбочка с телефоном и телевизором. Штура задернута. На кровати сидит девочка, обвязанная взрывчаткой. Под корпусом взрывчатки находятся красные и желтые провода. Вообще, по-хорошему надо сделать вот так. Хорошо, ну блин, серьезно? Фух, хорошее. Наобум резать какие-то провода, дебилизм. Взорвет и девочку, и нас, и всех, в общем. Перерезала красный. Я саперов позвала. Я же не дура. Саперы, эвакуации саперы. А я не успею. Блин, да вы издеваетесь, что ли? Какой нахрен сват спецназ? Вы чё? Чё за день такой? В конце затянувшиеся вечеринки... Да вы чё? Пердя, тащи давай. Чё там вечеринки? Посвященный встрече выпускников. Старшая школа, в ресторан ворвался обнаженный молодой человек с предметом в руке, отдаленно напоминающий пистолет. Он вел себя крайне неадекватно, прыгал по столам и угрожал посетить дом-кафе. Но автозак здесь вряд ли нужен, на самом деле. Не столько зарешать неопытность. Ну, у нас спецназ, кстати, на максимум прокачан. Так что, теоретически, Бетховен, время пришло. Чё-то день какой-то вообще не очень, я вам скажу. Ладно, я пыталась попасть в Бетховена. Но, блин, на него правда на ютубе прилетает. Так что, хорошо, что я в него не попала. Чё за день такое вообще? Хорошо, что он заканчивается уже, господи. Так ощущение, что все проблемные ситуации за весь месяц в один день происходят тут. Чё тут? Да ты стебаешься вообще! Массовая драка, ледовая арена. Да ты чё вообще, услышишь? Команда Фрибурга проиграла команде Питцвиля со счётом 12-0. Местные фанаты охваченной яростью стали кричать в адрес удалявшейся в раздевалку команды, что хоккей не для дебилов. Не выдержав оскорблений, капитан команды бросил клюшку в лицо одному из болельщиков. Началась массовая драка, в которой участвуют болельщики, хоккейсты, судьи и продавец крекеров. Ща, подожди, давай подождём, у нас есть время немножко. Да етить! В улице ничего не видно, но из кафе доносятся крики и шум разбивающиеся посуды. Сообщить через мегафон, что кафе окружно. Пистолет, серьёзно. Молодой человек заметил полицию, схватил девушку, приставь ей пистолет к голове. Он продолжает что-то нечлено раздельно орать, сильно сдавливая заложницы шею. Оружие совсем не похоже на настоящее. Давайте успокоимся поговорим, но мне кажется, вряд ли не спеша подбираться к преступникам. Спецназ зря-то отправили, ну ладно. Так, сейчас они приедут и может быть даже успеют доехать. Хотя, мне кажется, мне хватит народа. Спецназ, блин, на этого козла. Ай, блин, он бы сейчас так помог. Он же, они же три раза в день работают. Не, подожди, надо дождаться. Надо пердю дождаться. И спецназ надо дождаться, вот. Давайте, успейте, пожалуйста. Что за день ты такой слышишь? А, давай, какой-то. Супер. Так, все, всех отправляем, кого только можно. Пердя. Катя. Допустим, кэндринг пикнем. Чтобы качались. Так, костин. Короче, отправляем всех, вообще, кого только можно. Хотя нет, надо хотя бы одного офицера оставить. На Сану, например. Ну, вот так. Ну, я думаю, спецназ и автозакт зарешают. Страшно, просто меньше народу посылать. Ну, вот двое, ладно, спасибо. Таксист позвонил из телефона автомата за жалоба на бульного клиента, который оказался платить за проезд и пытался выйти из машины. Когда таксист заблокировал дверь, машина взбесился, сломал перегородку в машине и пытался задушить водителя. Тому удалось вырваться, клиент остался заперт в машине. Таким образом, интересно. А, ну, хотя понятно. Ну, хотя, если он сломал перегородку, что, не дошло бы до него как выйти, чтобы из машины, как он там заперт оказался. Ну, ладно. Давай, Иван дурак. И, ну, попробуем. Может быть, совместный опыт зарешает. Главное событие дня. Эти справились. Хорошо. О, новые кадры. Идет не черный. Вот, идет его сейф как раз. Ну, вот, белые кроссовки. Аллилуйя. А он, интересно, сокровища положил только эти? Украденная драгоценность. Иначе не сумку положила, а именно вот их. Или сумку. Вообще, что-то не подходит. А почему? Может, все-таки вот это? Ну, это странно. Ну, слушай, подожди. Вот он подъехал с сумкой. Подошел. Все правильно. Отдал ему сумку. Вот, белые кроссовки. Он кладет. Или сумку, или это. Ну, из двух. А, может, открывает и кладет? Ну, вот, да. Так. Автомастерская или магазин спортивной обуви? Кстати, как вариант. Автомастерская, если он чинит байки ради удовольствия. Либо кроссовки. Блин, а куда бы за ним им отправиться-то, а? Срань, да ты что ты делаешь, ты игра? Что-то там вообще жесть. Ну, я, конечно, подозревала, что может не хватить. Куда бы отправиться, слушай? По идее, на белых кроссовках был акцент. Наверняка, может быть, в спортивном этом самом. С другой стороны, он постоянно тусует. Тусует. Поехал. Он сейчас, что ли, он поехал? Да когда он поехал? Ну, он же не постоянно их покупает? Ну, да. Ну, и байки он, наверное, чуть-чуть... Хз, слушай. Вот тут вот тоже вот... Ну, в автомастерскую прям как бы тянет, да? Вот как бы... Ну, давай, ладно, туда. А давай подождем, а? Пока они приедут все, а? Зачем ему новое, если у него есть? Ай, не успели! Да ладно, день закончился! Да слышь! Вай! Ну, тупо, короче. Ну да, скорее всего, в мастерскую поедем, потому что там больше шансов. Ну, чё? А мы уже не успели. Блин, я что-то выключила. Всё, все выжили, красавцы. Это был тяжёлый день. Блин, опять придётся два дня ждать, потому что эти-то... Ой, короче. У нас же Мол, да? Ангор, ты у нас со стариком дело ведёшь, да? Надо тебе сказать, заработать завтра, короче. Я, кстати, перестала их перекидывать на следующие дни. Я очень зря это делаю, между прочим. У нас сейчас такие жёсткие дни пошли. Пердя, вон как устала. Старичок прямо умирает. И Фоуса тоже отправим на завтра. 29-й день. 12 августа, понедельник. Вот это воскресенье, блин. Пьяный студент получил травму после падения с пятого этажа. Аварийное водохранилище. Вода может закончиться через два дня. Этой осенью во Фрибурге ожидается крупнейший ливневостой. Надо мне вот со сменой, я тут еле выжил. А вот. Сегодня суд примет решение по поводу опеки над моими детьми. У тебя есть дети, да? Они плачут, боятся, что им не разрешают жить со мной. Я должна попасть на это. Слушай, не дадите, я отгую. Чё-то ты звездишь. Сомневаюсь я, что у тебя есть дети. И у тебя тоже, да? У вас чё? Писи и Перси, по-моему, имеют общих детей. Чё-то мне подсказывает, что... Мы не знаем, что-то об их отношениях. Господи, у тебя тоже сгорел дом, боже мой. Да, да, давай. Господи, улыбочка, кстати говоря. Бизли, Бизли заслужил. Красавуэля. О, здравствуйте. Как вы думаете, когда шеф полиции в полной мере ощущает свою... Когда шеф полиции ощущает свою власть? Когда сажает кого-нибудь в тюрьму? Когда раздаёт приказы? Нет. Это никакая не власть. Это чиновничья волокита. Часто, впрочем, приятная. Но по-настоящему и мобильничественному себя чувствует лишь тот, кому пишут доносы. Доносы не обращены к закону. Доносы не апеллируют ни к каким инстанциям. Доносы не вызывают к справедливости. Доносы не сковывают вас никакими официальными обязательствами. Нет, доносы – это личная мольба. Плач обиженных, бой завистливых, стон неудачливых и крик озлобленных. Но доносчики не надеются на то, что вы разделите их обиду, зависть или злобу. Доносчики лишь верят, что вы любите власть достаточно сильно, чтобы решать судьбу людей, просто поверив кому-то на слово. Бизнесменов доносят на гангстеров, гангстеры доносят на общественных деятелей, общественные деятели доносят на политиков, а политики доносят на бизнесменов. У доносов нет никаких правил, кроме одного – не целить слишком высоко. Переоценишь свои силы, и твое нытье может стоить тебе жизни. Так что выбери жертву попроще, сгусти краски и постарайся сделать так, чтобы твоя мольба звучала как можно жалобнее. Донос, который я получил сегодня, напоминал, что угодно, но только не мольбу. Быв Викуса Варго и изгнав из города его сторонников, Сэндо укрепили свою и без того практически беспрекословную власть. Даже месяц назад донос на кого-то из Сэндов был бы равносильным признанием в собственном сумасшествии, сегодня же это сродни самоубийством. Письмо, которое держу в руках, напрямую связывает Генри Сэнда, лейтенанта мафии Сэндов, с гибелью успешного банкира Джона Патси. У Генри есть дочь, Мэриэнн, балерина. С ней это все началось. Однажды Мэриэн танцевала главную партию в постановке «Жизель», и Генри, как гордый отец, позвал на премьеру всю верхушку Сэндов и некоторых деловых партнеров в семье. Я, кстати, ходила на «Жизель» в глубоком детстве и ничего уже не помню. Среди гостей был, и мне, кстати, понравилось, молодой банкир Джон Патси. Он запал на Мэриэн, но девушка его отшила. В ответ Патси подстерег ее как-то вечером после репетиции, затащил свой лимузин и изнасиловал. Потом Джон подвез девушку домой, какой джентльмен, и преградил, что если она расскажет о случившемся хоть слове, то то же самое ждет и ее мать. Отцу все-таки удалось вытастили из Мэриэн правду, и он решил отомстить. Правда, Генри понимал, что не может просто подойти и всадить пуль в Патси средь бела дня. Богатый ублюдок слишком важен для семейного бизнеса. А Генри дорожит своей работой не меньше, чем в жизни. Он занимается транспортным обеспечением Сэндов. Он в курсе любой доставки, задержки, пробитого колеса и сломанного дворника. Именно благодаря Генри все операции Сэндов проходят гладко. У Генри есть свободный доступ к незасвеченным машинам. Ну, без телемотив, конечно. Да, он мог легко обставить дебиль Джона Патси, как случайный полуночный наезд пьяного водителя, который смылся с места преступления. Но сомневаюсь, что Генри Сэнд рискнул бы сделать что-то подобное. Будто вероятнее, что он бы пошел к боссам и потребовал голову Патси. Я не успел бы это читать. Словом, я бы легко посчитал такое письмо, выдавка Генри сторона пенсии, на старости лет, решившего рискнуть своей жизнью. Однако только обращение ко мне, мой милый маленький копкейк, вызвало желание тут же отправить в бумаговую мусорную корзину. Но этого доноса, в отличие от любого другого, была подпись. Робес Пьер. Я точно знал, что это не самозванец. Никто не станет, выступая против самой могущественной группировки в городе, присваивать себе имя уличного клоуна. Но, как и все, я понятия не имел, кто Робес Пьер такой, что он хочет. Но не было сомнений в одном. Это последний безумец. Самонадеянный психопат. А значит, будет устойчив. Ну охренеть. Что у нас давно не играло? Сейчас, давайте закончим дело ангортовское. Потом еще пять часов игры. Так, подожди. Автомастерская. Сват, серьезно? А, стоп, это другое. Это банка. Выстебите, что ли, надо мной? Так, где там? Ну давай. Вот так, вот так, например. Пусть он будет там. Так, новое, кстати, это самое. Побег с места аварии. Успешного молодого банкира Джона Патци на смерть сбил неизвестный и скрылся с места прошествия. Кто еще здесь будет занят этим прекрасным делом? Надо вот так сделать, чтобы переклики были. Ну и тебя пока что сюда посадим. Там разберемся. Ты вообще меня хотела. Я передумала. Я не могу доверить это страшное задание тебе. Слишком это сюжетное задание. Не то место. Да ладно. Все-таки, блин, этот самый... Блин, сраный. Я же говорю, какой-то странный акцент на этих сраных кроссовках. Не, я слушаю, я хочу его поймать. Каким жопу игра, слышь? Все-таки эти сраные кроссовки. Я же говорю, ты слишком подозрительная. Надо запомнить эти выборы. Запомнить чат. Блин, мы реально всрали это задание, да? А, мы все еще можем! Блин, а я не почитала, что-то ничего. А что она? А, мы все еще можем за ним скататься, но не факт. Не факт, что он будет завтра. Он может сдриснуть. Давайте не будем рисковать. Они сейчас вернутся. А, ну, кстати, да, они же сейчас вернутся. Так, ну хорошо. Потом почитаем. Дом профсоюзов. Я что-то тут со сватом не почитала это задание. Блин, что-то я спешила. Я думала, мы сейчас переиграем, но... Ладно. Дом профсоюзов. Из профсоюза позвонила досмех перепуганная девушка. К ним в здание ломился пьяный работник завода, который вчера вышел из профсоюза и теперь требует вернуть деньги, удержанные из его зарплаты за последние шесть лет. Мужчина кричит, пьет стекла, угрожает. Летить-колотить! Вы что, упали, что ли? Что за двадцать девятый день? Он продолжает традиции двадцать восьмого, походу, делать. Вступил сигнал тревоги из ювелирного магазина. Туда ворвалось шесть аважорных мужчин в масках и потребовало сложить наличности и драгоценности в большом мусорном мешке. Ой, старичок, я не достиг уже еще. Они теперь на задержание, я думаю, отправим там покатит. Я надеюсь. Хотя... Ой, нет, что-то я не хочу, подожди. Успеем? Нет, не успеем. Ладно, пускай затащит сват. Держись, чат! Нас затащит сват. Нет, не точно. Что за день? Ну ладно, хоть гражданских не убили, хрен с ним. Пускай бежит. Пипец. Что происходит вообще, блин? Что за дурдом? Просто дичь. Я так и знала. Я так и знала. Я вот поэтому тянула. Давайте, ребята. Здесь, конечно, тоже больно. Может, все-таки игру за мной? Что-то вообще пипец какой-то, слушайте. Что за дни пошли такие, а? Весь месяц тишина была вообще? Ну, без гражданских, ладно. Черт с ним. Иди в жопу. Что за день? Ну-ка. Ух! Хорош. А че пятерочка только? Силку-то, а? Могли бы и нормально дать. Драка. Ну, охренеть. У меня еще автозак не приехал. 11 секунд. Не успеем. Не успеем вообще ничего. Не успеем. Вообще ничего не успеем. Вообще сегодня все вызовы просрали из-за этого большого. Пипец. Ну, ладно. Так. Давай. Так. Ну, пусть перейдут так. Ну, сват, я думаю, там не нужен. Хотя я уже ни в чем не уверена. Драматический театр Софолка. Суфолка, может быть, все-таки. Если мы находимся там, где я думаю. Трое вооруженных грабителей умудрились обобрать театральных зрителей так, что те осознали всю серьезность произошедшего лишь после того, как преступники убежали. До последней минуты всем казалось, что это часть представления. Гардеробщик заметил, что грабители сели в желтый школьный автобус. Серьезно? Трое. Ну, вряд ли стоит сват туда отправлять на троих. Давай вот так сделаем. Общий опыт, я надеюсь, зарешает. Софок вон? Да? Да? Я уже все коррой. 8 часов 40 минут. Чего вы хотите от меня? Да иди ты ж колотить-то, что ты делаешь, игра. Чит сообщит, что какой-то мужчина подъехал на заправку, вышел из машины и расстрелял парня за прилавком из автомата. Теперь он стоит и спокойно заливает бензин в свою колымагу. Псих. Что происходит в последние два дня? Чего? Чего происходит? Чего происходит? Ну, хоть банду разрушили. Это покрывает проблемы сегодняшнего дня и пропущены эти... Ну, хоть граждан. Без гражданских, кстати. Отыскать нужный автобус поздним вечером оказалось... Отыскать автобус оказалось несложным. Преступники бросили в его лесополосы в километре от дешевого загородного мотеля. Обыскать автобус. Зачем? Ну, давай обыщем, ладно. Позвольте администратор мотеля трое мужчин прекратили ему оружие. Ну, так и знала, да? Когда тот сказал, что свободных номеров больше нет, пришлось заселить их в чужую комнату, пока не вернулись постояльцы. Приказать всем гражданам, чтобы не высовывались из номеров, и начать штюрьм. Прикинутся постоять, дебилизм. Чат орёт, чат изнемогает. Так, ну ладно, сейчас эти вернутся. Давайте, ребята, быстрее, ради бога, господи, что за дни таких? Как хорошо, что мы к этому моменту уже прокачали сват. Свят. Свят, сват. Все, все приехали. Так, Малдинь. О, ребятки, держитесь. Это тяжелая неделя. Вы справитесь. Я надеюсь, но это не точно. Да, может быть, и не зарешают. Что за дичь вообще? А что, вы заметили, мы, кстати, без музыки играем настолько напряженно? Не, опять придерется Ютуб, ну и вон нахрен. Пошли спать женщины, ща подождите. Дайте мне спасти вашу жизнь. Мы поиграем немножко, сказала Сэйвен. Пятый час уже шел. Ну, блин, эта игра просто, она не отпускает. Неоносимо. Я сдохну. Я пройду ее, но... Сдохну. Что там, мы живы? Вы живы. Доставка. Страшно. Кто там спит в машине, что это? Кто-то около моей... О, здравствуйте. Джек, ты всегда возвращаешься так поздно. Что-то случилось? Плохие новости? Новости отличные, Джек. Лора готова. Готова. Она возвращается. Когда? Не спеши, Джек. Лора готова поговорить. Но если она готова поговорить, значит, она готова вернуться. Тебе лишь нужно подобрать нужные слова. Ты можешь подобрать... Ты можешь подобрать нужные слова, Джек? Слушайте, я не идиот. Леня об этом тебя спросила. Я в середине ночи приехала на старую ферму, и 40 минут просидела на скрипучем крыльцине для того, чтобы ты огрызался. Сейчас выборы будут, наверное, да? Я приехала, чтобы ты лично пообещал мне, что можешь подобрать нужные слова. Так что давай еще раз. Ты сможешь подобрать нужные слова, Джек? Ты мне изменяла, коза. Да, я смогу подобрать нужные слова. Отлично. Завтра ночью в три часа в ресторане Ак-Топу. Знаешь, что такое? В три часа ночью? Куру, что ли? Он по ночам закрыт. Да, я так говорила, чтобы они разок поработали круглосуточно. Не опаздывай, но и слишком рано не выживай. Она, короче, глава всей мафии. Я вам отвечаю. Блин, она какая-то странная. В три часа ночи? Серьезно? Мисс Марком, да? Наверное, я должен пригласить вас в дом и предложить вам чай. У тебя есть чай? Нет. Доброй ночи, Джек. Люди там какие-то в машине сидели. Кто-то ее привез сюда. Что-то какая-то мутная старушенция. Мастерушенция. Блин, а что, если она поговорила с дочкой и дочка попросила, типа, слушай, убери его нахрен. Я тут так хорошо живу с этим молодым любовником. Пускай его грохнут. Она Робеспьер. Кстати, вот да, вот не удивлюсь вообще ни разу. В первом полугодии на Фриборге умерло больше людей, чем родилось. Дебис Кафе оштрафована за нарушение санитарных норм. Рыжий кот спас девушку-относиненько. Коты рулят, потому что. Допустим. Первый раз, кстати, отпрашивается. Да? Ну, все нормально. Чай-то уже как зомби. Да ладно, все, заканчивай.